Привет, мои друзья! Привет, мои сладкие поклонники! Я по-прежнему с вами, и все чики по-прежнему мои. В моей жизни настала очень-очень трудная пора. Я больше не могу клеить чик. Я никого не клею. А всё дело в том, что чики сами бегут ко мне. Да-да-да, вот сюда, вот сюда. Не стоит только на них посмотреть, и они прибегают. Я никого не клею, я уже не тот. Я хотел бы попросить вас, мои маленькие питомцы, ведь я вас обучаю, ведь я вас содержу. Хотел бы попросить, чтобы вы были очень осторожны. Недавно меня хотело ограбить государство. Государство, в котором я живу. Мне хотели предъявить налог на роскошь. А всё потому, что я шёл по улице с роскошной, ну с роскошной чикой. Ну просто роскошной. Разве это повод? Я так не думаю. Просто феноменально. Люди такие наглые. Все завидуют просто. Я знаю. Вот истории мои, они вот как бы не закончились. Если вы хотели всё и сразу, то нет, так не получится. Я себе цену знаю. Ну, так и быть. Скажу вам одну мудрость. Что вот чики в моей жизни, они как вода в реке. Они повсюду. И они везде. И они все мои. Мне предложили зарабатывать серьёзные бабки. На концертах. Скажем, выступает какой-нибудь Дима Билан или там ещё вот, ну, такие вот, по маленьким девочкам. А никто не идёт на их концерты. Что делать? Вызывают меня. Я иду на концерт. И все чики просто идут за мной. И, ну, и за компанию, да, там слушают музыку, тусуются. Я привлекаю маленьких девочек, маленьких тёлочек. Ну, просто чики. Спасибо мне. Все чики со мной, все за меня, все мои. Пару советов вы хотите? Советов от мастера. Что ж, вы их получите. Главное в отношениях показать чики, что ты главный, что ты король и хозяин положения. Вот недавно я встретился с одной, ну, такой зашибенной тёлочкой. Ну, она, знаете, там, цитировала всякие паблики ванильные, там, ВКонтакте, ну, вот эту, в будущем. Ну, понимаете. Ну, я это решил. Чуть она умничает. Чуть такая, типа, модная, что ли. Надо показать ей, кто самый умный, кто самый крутой. Ну, вообще-то, крутой всегда я. Самый главный это я. Но в своих ситуациях вы можете на эту роль выдвигать себя. Так вот, я тоже начал цитировать, там, рассказывать. В общем, она мне дала. Но я до сих пор ей не рассказал, что тогда я цитировал самого себя. В этом весь секрет. Ещё секрет в одном методе. Все знают этот метод, просто не все могут себе в нём признаться. Это песня, да, это песня. Смотрите. Всё качественно, всё. На высшем уровне. Это эталон песни. Можете запомнить. Записать себе на ладошке. И, как бы, при встрече с Чигой это читать. И, может быть, вам повезёт. Так же, как мне. Хотя нет, мне не везёт. Я просто сам всего добился. Вообще-то, все Чики мои. Ну, просто не все в курсе. Многие меня спрашивают. Как я выбираюсь из вот таких сложных жизненных перебитей? Вот таких жизненных ситуаций сложных, например? Я расскажу. Я не слабый. Я не слабак. Да, я расскажу. Вот, например, как-то вечером, после вписки, мне негде было переночевать. Что ж, я уламал консьержку. Я подарил ей ночь любви и переночевал у неё в сторожке. Я своего добился. Главное, это цель. А средства? Это второстепенно. Это никому не интересно. Если вы хотите мне позвонить, а я люблю констатировать факты, и поэтому вы сейчас хотите мне позвонить, то давайте вот сразу я всю ситуацию разберу, чтобы всё было понятно. Вам для этого нужно взять свой телефон, набрать мой номер, нажать зелёную кнопочку, прислонить к уху и сказать «Аллё!». Мои чики такие несамостоятельные! Друзья, ещё одна просьба к вам. Если вы знаете чик, который ещё не мои, без проблем, всё будет под контролем. Только скиньте мне их номер и адрес. И они будут не приезжать, не беспокойтесь. Они сами приедут ко мне. Я понял, что чики любят хорошую музыку. Я люблю хорошую музыку. Просто всё дело в том, что эту музыку пишу я. Многие авторы сочиняют стихи, посвящают девушкам, ой, чикам, то есть, ну, всякие вот любовные, да, вот произведения. На самом деле, надо растопить сердце девушки. Надо его вот так размягчить, смазать жиром, смазать маслом, чтобы оно вот так размякло и проскользнуло. Проскользнуло прямо в душу. А залезть в душу тёлочки – это благое дело. Ещё я заметил такие нюансики, что вот пухлые тёлочки, они как сливки. Очень жирные и очень вкусные. Не бывает плохих чик. Бывают. А-а-а, я не знаю. Все чики хороши. Все чики мои. В этом, собственно, и их плюс. Собственно, я заболтался. Меня зовут на всякие там верчеринки, корпоративчики, концерты. И поэтому я очень занят. Я много где бываю, я говорил. И поэтому я хочу с вами попрощаться. Попрощаться с вами, мои сладкие поклонники. Если вы знаете ещё что-нибудь о всяких девчонках, красивых и неочих, девчонок из начальной школы, из детских садов, сообщайте мне о них. Мы с ними пересечёмся и обсудим. И, может быть, я вам оставлю часть этой чики, часть её любви, которая останется после меня. Пока, друзья. Не забывайте. Читайте. Учитесь. Учитесь у меня. Вы будете образованными и очень сексапельными. Прощайте, мои друзья. Целую. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова